всем добро привет пожаловать народ у нас начинается турнир знатное добыча новая карта точнее старая в противниках у нас топ 2 аккаунт сапры в игре во всем топе после усамы он самый жирный аккаунт в игре так что у нас будет очень опасный бой мы так сказать сложный бой потому что он герой очень сильный если брать в расчет чисто обычных танчиков типа ягуар хамчик и дикий то принципе у нас поэтому все поровну но у него герои намного сильнее мы их и это будет принципе тяжело так отжимает он ящики вот здесь сверху я сюда пехом не бежал отжал два ящика я отжимаю здесь ящик у меня пеха много прибежала и вот этот ящик я к сожалению не смогла жать короче все угловые ящики отжал я он взял два ящика здесь по центру так стартунул я немного криво забыл поставить завод спецмашин вообще странный турнир народ я думаю он будет скорее всего за конфедерацию потому что здесь нету моря здесь как вы видите карта с бугром с холмом и конечно же вы все понимаете что конфа делает соляруса на седьмой минуте залетает на холм и вы уже и оттуда никогда не загоните так что к сожалению этот тур будет опять за конфедерации и сопротивление здесь вообще ничего не светит опять же все турниры где есть контрольные точки что такими флажками они все тоже за конфедерацию единственный турнир где флаги это сопротивление этот турнир тотальный контроль там вот сопротивление в принципе может вывести это нужно постараться так ладно выходим ягуаров 7 cс то есть средненькое такое медное развитие я разведал усаму он феникса он делает пока что ягодики у него уже произвелась оса и она тут почти потихоньку начинает зачищать все точки у феникса оса тоже очень жирная как и у самой не знаю какая она 10 класса или 9 но как по мне там думаю 10 класс здесь я в диким залетел успехами отжать точку упеха в обычных прилетела оса на разведку увидела что у меня есть ягуар пыталась его прикончить но ни хрена у нее не получилось потому что здесь был имба дикий смотрите она буквально там за 5 секунд сняла 50 хп у ягуара очень жирная оса по ходу там и меткость прокачана и перезарядка и урон ну все понятно жиробасики не в африке жиробасики так пока что не удерживаем только одну точку сбил пассивку осы и решил сейчас диким попытаться ее прикончить конечно тупой поступок пытаться убивать осу десятого класса одним дикообразом смотрите он кидает бомбочку и прям по дико образу попала в итоге сейчас смотрите как он быстро умирает очень быстро умер вас и сняла там буквально 20 хп это смотрите прибежала разведка от пеха увидели мы завод крота а я же смотрите что делаю я иду в четвертый штаб я уже на голд стройке выхожу хамелеон это я прям щас испугался что он коротом просто залетит вот смотри как начал он стрелять я уже прям жопа так начала гореть типа чувствую я сейчас что меня прикончат потому что в этих жиробасов крот очень сильный там то ли десятого класса то ли какого смотрите я тут пытаюсь как-то пугать его стреляя в пустое место ягуара бешевой показать что я типа готов его встретишь у меня много танчиков вот ну такое конечно в итоге начинаю производить хамелеон включаем снабжение пока что не видим о тут видим движение какие-то я уже испугался сейчас крот точно вылезет включая гол производства уже выходим в левиафана у него конечно же еще третий штаб потому что он крота делает может уже выходит в четвертый не знаю пока что он кромсает мои базы мои здания видно что он это делает на то есть без бустов потому что смотрите урон проходит довольно слабо хамелеончик вылез и сейчас мы пойдем в контратаку смотрите он прям походу заметил туман я включая голд разведку хочу сейчас очень быстро к нему подлететь но он начинает улетучиваться ходу включает голд воздух или не они кидаем бомбочку осы вообще мимо херово что она мимо народ очень маленький радиус взрыва у бомбочки осы в она ничего не попадает легко умирает тут видно он сейчас дает бомбочку там турельки вырастут он видите вы выросли турельки если бы я попытался залезть на холм на холм то меня бы там приняли и в итоге я бы все потерял даже без хамелеона крот может неплохо так насыпать он тут куча пехов куча всякого говна он приготовился уже туман бежать видите то есть нужно аккуратно здесь играть не стоит высовываться один ягуар погиб потому что отбился от стаи на гол производстве выходим в левика производим диких побольше выходим в крота крот нужен для массовки он принципе неплохо так светит туман вот и начинаем залетать на холм у нас есть левик вот смотрите он пока ничего не подозревает залетаем на холм он сейчас вроде ставит да сейчас вырастут турельки вот уничтожили мне хамелеона моментально включаю 2 кидаю ядерку и бах смогли там ваншот от одного ягуара и несколько поцарапать до 10 хп так вроде сейчас убьем крота даже или нет нет крот успел убежать к сожалению не смогли мы его прикончить он тут закопался а сейчас мы его прикончим да 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 отлично ходу прикончили корота занимаем мы вершину принципе неплохо точки двигаются очень медленно как видите то есть он удерживал три флага где-то не знаю минут пять у него счет какой-то маленький вообще не знаю сколько это надо удерживать чтобы победить наверное надо играть минут 30 или даже 25 где-то так чтобы удерживать все точки смотрите я уже знаю что там по-любому есть левик поэтому включая гол воздух выделяю отряд из диких плюс хамчика и крота и пытаюсь продамажить по его левику вот мой левик на горе его принципе не видно пока на глазке сидит избили моему осу жирная оса хорошая пассивка хорошо прикрывает вот опять же мучаем его левика видите он пытается там кто-то стрелять даже по моим диким я немножко охренел думал кто там такой крутой то есть обычно феникс играет как краб какой-то а тут смотрите уже даже стреляет в туман то есть это что-то с чем-то видно подгонять левика я тут подумал что он сейчас кинет ядерку поэтому начинаю отступать но вроде ничего такого особого не происходит отступаем нужно держать танчиков подальше наших а дикими аккуратно пытаться продамаживать его левика потому что пока там есть левика идти в атаку очень опасно у него левик в отличие от меня от моего может ваншотнуть не только одного ягуара и всю кучу и плевать что они там убегают на голд воздухе так видно он там еще сидит я тут заметил левика сейчас попытаемся его прикончить так срабатывала пассивка идем на всех парах ловить его то есть доделают продамаживаем немного стреляем стреляем но видно очень живучий крепкий левик хорошо живет так пока что там туман кучкуется я решил сейчас разделить армию на два отряда отряд с дикими пойдет на зачистку левика тут немножко один дикобраз отклонился вот выделяется отряду пытаемся тусоваться у него там большой туман много пердежав ключи обходу могут хамелеона включает одновременно вот тут я заметил заметил его левик начинаю отступать основным отрядом потому что я левики о выгнал этим начинаю продамаживать по его левику вот он получает хороший урон уже пассивка его не защищает по чуть-чуть стреляем стреляем он походу остановился решил ядерку кинуть в моих дикобразов я отступаю левик тоже начинает заносить урон смотрите бомбочка попала мимо ядерка то есть левика попала мимо в итоге только 40 кп сняла у моих юнитов и то в нескольких всего лишь так я уже понял что ядерки у него нету значит пора идти в контратаку у нас есть где-то минута чтобы нанести ему мощный урон залетаем на голд в воздухе нужно прикончить его героев видно оса хреново контролируется у меня уже есть четыре завода по производстве техника и в принципе мы залетаем сюда вот на голд в воздухе левиафан получает урон аккуратненько подъезжаем пока что нам в принципе некуда стрелять вот перешел я уже наконец-то на атаку техники кидаем бомбочку левика и сейчас вроде куда-то даже попадем отличное попадание прям мощное неплохо так дамажим сидим в принципе аккуратненько играем видно у него армия бесконтрольная у него все хреново в опять сейчас переходим на голд роз воздух вроде дальше где-то будем включать группу или нет да вот включили начинаем дамажить по левику очень хорошо но левик успевает убежать не знаю то ли он на атаке юнитов был то ли чё но мой левик более-менее живой в итоге я смогу его прикончить сейчас с помощью своего левика вот начинается бой мы конечно же перестрелял его плюс моя сопли летела и начинает прикрывать все мы пробили у него нету ни левика ничего база принципе построена неплохо вот такой вот народ бой еще несколько слов опять же и какие говорил этот турнир будет для конфедерации потому что карта как и всегда будет только одна и здесь вы видите что шанса усопры особо нету цербер всякая вот эта фигня занимает холм если бы вы конечно можете попытаться отжать холм используя крота вот эту всю фигню но грамотная игра с серафимом цербером и ваш крот яга хламом отойдет сразу на минус да если вы будете делать крота просяйте в таймингах и в убьют солярусом короче народ очень сложный турнир для сапры я вам отвечаю что будет топ-3 опять за конфедерацией так что пытаемся играть аккуратненько и возможно надеяться хотя бы на топ 10 всем спасибо всем пока что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok